Куклик, Киолик, Киклюк. Думаю, те, кто давно играет в КС, по-любому знают этот ник. Кали Вагбанит. Кали Вагбан? Ну, а для тех, кто не знает, это легенда КСа. Игрок легендарной команды Титан, который в 2014 году играл с ними на мажоре. И, наверное, самый титулованный киберспортсмен, который получил Вагбан. Его действительно забанили за счеты в 2014 году, но совсем не дано. Он вернулся на фейс, снова играет, и поэтому мы сегодня вместе с Дилайтом посмотрим, как он играет, и продолжает ли он играть с читами. С тебя задал лайк, и конечно же подписочка на канал, телеграм-канал с рулдуршами и новостями, твич-канал с ежедневными стримами, всё в описании. Ещё мне очень сильно нужна твоя помощь. Прямо сейчас на фейс идет битва кланов, и у нас с Дилайтом есть свой клан, Ракузан. И в этом клане играю я сам лично, и просто за то, что ты будешь играть вместе со мной, мы отдаём вот такой вот нож и 50 тысяч рублей. Так что ссылочка на клан будет в описании, пожалуйста, залетай, я вот прямо сейчас там с вами играю. Ну а теперь погнали смотреть фейсит этого читера. Ну что, вот он аккаунт легендарного читера кукли на фейсит, если вот мы нажмём обзор, нажмём стим, увидим, что здесь как бы официальный, стим его привязан, который, кстати, без вакбана, который он сделал новым, после того, как у него забанили тот аккаунт. Ну и также привязаны остальные все соцсети, вот как бы твич официальный его. Что у него по статистике? 2200 л на данный момент, ну практически. Но при этом хочу, Макс, подметить, что он играет на Америке, то есть он не в Европе, он переехал в Америку, тачками торгует. У него 2200 л на Американ серверах, а как вы знаете, в Америке больше л не значит больше скилла. То есть 2200 л в Америке, это, наверное, какой левел примерно в Европе? Восьмой, седьмой. О, чувствуется и сильнее кукли. Что, по-моему, 17 вг, 64% хэдшотов, 1кд, 076кер, ну, средняя стата, просто средняя стата. Так, поэтому я предлагаю сразу же залетать в каточку и смотреть, как он играет. Ну что, на живой раунд. Скинчики у него, кстати, конечно, уже есть, камбэкнул. За это время, ну, конечно, тачками торгует, бабки есть. Я думаю, еще, наверное, дарят ему. Думаешь, дарят? Но он вроде очень редко сейчас стримит, он не так активно прям стримит. Ну, посмотрим. Нормально. Мы проиграли. Ну, классика, да. Я не думаю, честно говоря, то, что он играет хорошо. Не думаю, то, что у него хороший мувмент. Ну, он просто обычный среднестатистический игрок. Но при этом... В Америке, там, 2000 ла имеет. Но при этом, в 2014 году, как бы, игрок мажор он был на тот момент. Вот именно, это было 10 лет назад, ты понимаешь, насколько... Капец, время прошло. Хотя, учитывая, знаешь, он стал, как бы, тоже игроком мажора, будучи, ну, с читами. Так, ну, это дефолтный бэк. Раз, две флешки налево. Сразу выходит, у него команда, тут за него все делал, просто сайтом ускрыл. Кстати, вообще, непривычно DAS2 видеть. Ужасная карта. Ненавижу DAS2, согласен. У тебя даже отдельный ролик про это выходил. Так. Ну, здесь будет обычная доигровка, 5 в 3. А, у КТ-шникова не красный, такое, ну, вообще никак не ретейкается. Только если вот так вот не троллить, конечно, да, не залазить в окна там. Бам! По голове дал. Как будто доводочка была, как будто доводочка была. Что опять ситами? Э-э-э, так ладно. Дулки берет, ага. Берета на втором раунде? А, ладно, решил все-таки болеть. Это же 100% эко там будет. Опять бараш. Дали просто вы смок. Не боятся, что там, ну, и дульки стоят близко? Там промахнулись. И при этом, кстати, мутится, чел. Да, промахнулись. У них чел мутится. Мне кажется, звука прилетит. В двери. Да, прилетела. Ха. Ой, сколько же они ганов отдали, это пипец, чувак. Реально, мы чисто умерли втроем. Ну вот, смотри. Вот в прошлом он купил коллаж. Сейчас у КТшника фулбай, а у него 3400. Приходится кому-то дропать. И если сейчас КТшники, даже если КТшники сейчас выиграют раунд, и у них останется один выживший, они смогут спокойно раздропаться, и у них будет полноценный бай. А утеров, если ты посмотришь на тап, денег. Кстати, даже в Америке у типов довольно неплохие скины. Но если вдруг твой инвентарь пустует, то можешь попробовать выбить пару крутых скинчиков на скинбокс. Там как раз к концу подходит весенний ивент, где просто открывая кейс на сайте, ты получаешь монеты, которые ты можешь обнять либо на скины, либо на кейсы. Ну и сами кейсы на скинбоксе содержат в себе очень вкусный дроп. Есть от бесплатных до самых дорогих, и шансы выбить хороший дроп гораздо лучше, чем у Габена. Это я знаю по своему опыту. Ну а если вдруг дроп с кейса не устроил, то ты можешь просто его улучшить в апгрейде. Ну и если бы было много недорогих скинчиков, можешь их все запихнуть в контракт, и шансы убить один дорогой скинчик. Ну и халяву на скинбоксе просто огромное количество, начиная от талочки бонусы, где ты просто можешь поставить никнейм и аватарку скинбокса. Все, что будешь получать ежедневные призы и кейсы. Календарь, где на протяжении всего месяца ты можешь лутать каждый день по прикольному дропу. Ну и про розыгрыши не забывай. Каждый час, каждый день и каждую неделю. Вот такие три скина прямо сейчас там разыгрываются. Поэтому ссылочку на скинбокс я оставлю в загребленном комментарии. Лутай всю эту халяву, и там же я ставлю очень вкусный промокод. Поэтому с загребленным комментариями чекай, залетай на скинбокс. Ну а мы погнали дальше смотреть демку данного читера. Ну да, у них прям байжурный. А он, видимо, не считает. Ну да, ух, нифига у него наклечки. Скрима, титан у него. А, это ему дроп. Ха, нифига. Это нечинема. А при этом он катку соло регнул, а тут такой скрим и титаны ему сразу флэшбэки у него вспоминаются. Ага. Поп, поп, прифраг. Нормально. Нормально, он захотел, что подождал. Кстати, прицел... Прицел он держит очень хорошо, я тебе так скажу. А что, а на 2000 ла не принято стрелять? Ну, по противникам, потому что по нему, типа, вообще, там, в третий тип не попадал. Он, кстати, нормально минус 3 дал. Что, добьет клачет? Нет, 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 нет. Может, переждать тайминг. Чел подумает, что он побежал лонг. У нее бомба есть. Переждать тайминг это до 50... Что ты делаешь? Что ты делаешь, господи? А, ну-ка, на гуся поймал, смотри, сейчас просто сгорит, типа, да? Нет, он просто убежал, просто... Хотя бы так. А при этом, типа, если бы смог был. Три хэдшот, да, при этом. Ну, кстати, он, он как скрим, я не знаю, может, с тех времен чисто его приучил, что он чисто только на голову пытается. Ну, стреляет. Бирстом, именно, бирстом, не зажимает вообще. Бирстом он, потому что там угол был такой. Нет, там-то ладно, но я именно третий килл у него. А там бирстом, там только с этого раза попал в голову. Так, у ктшников полуфорс, керу мка одна. В нишку бежит как раз-таки ктшник. Должен этот... Ловит. Типичный твак. Ой, 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 ой. Ладно, это было неприятно. Я тоже, честно говоря, нишку не могу убить. И вообще никак. Я очень редко ее убиваю. Это очень сложно сделать. Люди как будто там, не знаю, как будто пули сквозь них пролетают местами. Ну, они решили, видимо, под флешечки. Да, две купил. Чикпс. Он только при этом одну выкинул. Муться, муться. Что, поставь одну ему? Шашлык? Две. А, ну, у него два асиста. Два асиста. Две асиста спины, да. Да, тиммейт дал. Дозрали. Ну, слушай, прицел держит, он отлично. Я тебе так скажу. Ну, прям хорошо это, кстати. Не на две тысячи америка скинул. Уй. Не, он вон тапит прям. Да, это очень хорошо. Кроме того, что он держит, он и стреляет тоже, как бы. Он немного упал, не вовремя. Что за прикол? Почему он стреляет по три по четыре пули? А он не зажимает, не знаю, что за прикол. Мне что нравится, что он взгляд, три пули, и потом мышка сразу отводит. И потом снова. Не получилось, еще раз доводит обратно. И снова по три пульта, и потом снова отводит. Просто я что-то прикола поднять, не могу так истрели бы. Я тоже, это какой-то, реально, скрин 2014 какой-то, знаешь. В этот раз, мне что даже... А, там не был, побежал, чел-то с пачкой, да, вот так вот. Смотри, убежал. Вот, нормально, он же просто выпрыгнул. Фрифраг даже и пули не выпустил. А сколько у него процентов отчетов, кстати? А ну, 77, первое место. У него в общем 64 на фейсе, если ты посмотрел. Это много. Это много. И тут сейчас 77. Он реально пытается толк, она вот принципиально. У меня наоборот с этим проблемы, кстати. Я вот не знаю, я на верочку пытаюсь тело накидать. Голову как-то... Я только в кузов справляю, а дальше мне пофигу. Вот факт. Что за летит, он летит? Вот у меня вот эти 40%, которые рандомно в голову залетают. Знают то, что, скорее всего, сейчас один на А должен играть, потому что одна, ну, в КТ, по человеку информация была. На Б, скорее всего, человек точно должен играть. Дал смок в КТ. Найс. Ну да, он стреляет по три, по четыре пули. А ну, сейчас вот это... Ой, хорошо пострелял в КТ-шнику. И по голове опять. Ну, он как-то без шансов их вообще разносит. Ты не замечаешь? Ну, я что-то не знаю, сейчас опять, что ли, голову даст с двух пуль. Ну, ой-ой-ой. А, что-то, увидел. Вот они, пару пулей. Не, вот тело. Тело. Ну, тут регнул до в шею, наверное. Слушай, мне кажется, не у тех мы учимся, а ему. 7-0. А что, ну, зайди ты... А, ну, хотя ты и так на седьмых, восьмых ловлах играешь. На восьмых, девятых, на восьмых, девятых. На седьмых я тут давно был, год назад на седьмых ловле был. Ну, смотри, шестьсот. Ну, пока одни ворота, семь-один. Ну, я думаю, сейчас начнется камбэк. А, ну тут просто его поймали. Вот этот человек же играл на мажоре, он же знает, на то время, как кидать правильно смог. Ты не открываешься, кидаешь под левые ворота, и у тебя закрывается абсолютно весь обзор. Пойдет это хороший мух, это очень хороший мух, это вообще не читается. Ну, только его там, типа, смотрели, и вот этот ждет. И второй на каре. Ой! Не ставит он сильно, базару нет, базару нет. Да. Вот еще иначе, увидел, увидел, боже, как-как-как-как, вот тут прям, муа! Надо подойти и залезть. Ой, только слышно было. Ну, там тебе даже не... Он все правильно сделал, все. Пойдет на лонг. Савика, кстати, вообще не играет, играет только вот. Риффлер, да он и вроде был и рифлером, как раз таки, в титанах. Нет. Он был сайпером? Вроде снайпером был. Вроде? Ну, он же со скаута играл тогда. Хотя я не помню, честно. Я, я тоже не помню. Я даже, я помню там, что только скрим играл с ним. Дальше остальных людей я не помню там. Сейчас, подожди, у него тут ритейк 1-2, подожди. Ой. Ну да, там нормальный составчик был. Ой, тапать. Тапать не получилось, начинает сжимать. А почему чел отпустил деф? Я не знаю, почему чел отпустил деф. Тиммейту не доверил, видимо. Да, ну, Америка. Но я хочу подметить, 17 фрагов он набил за половину. Это хорошая, хорошая статистика. Ну, слушай. Пушми даст, опыта, опыта нашли. Кстати, опять чел, не важно в какую сторону, опять тот же самый чел пушит миддл. Оп, есть голова. Укли вагван. Третью ждет голову. Ну, понимаешь, что сити один. Ай. Ай-яй-яй. Вот это неприятное. Очень хорошо навелся. Странно, что не зарегало пулю. Ну, тут еще, знаешь, по демке тяжело суить, потому что тут вал в демке. Нормально побили. Форс, смотри. Форсят, паса. О, скаут. Тотоков спойлал. Это, считай, без скина. Тем более для кукли. Еще попал через сбок. Нормально. Одного забрал, второго домашил. Пушит его. Очень много импакта сделал. Только там двое шорт. Челса оттянулся. Мне кажется, лишнее было. Ой, нормально, наубил. Ой, тут что-то вообще мимо. Шорт вообще без шансов. Охренеть. Охренеть. Нифига, этот чел. Он очень хорошо стреляет. Это он, кстати, по нему еще вроде сам начале попал. Даже 1-5. Он реально взял 5 хэдшотов эйс просто. Он молодец. Ну, ведь по факту, если бы они тот раунд взяли, они бы нормально, но могли игру закончить уже тогда. Просто одного типа не убили. Ой-ой-ой. Ай-ой-ой. Он дочекал, молодец. Ну, дочекал, базару нет. Не докопаться. Ну, идет лонг первым номером. Поехал. Но при этом лонг к нему никто не идет. Кстати, бежит, знает... Ну, бежит спиной там или боком, знает то, что дожить флешку. Ну, то, что он будет тоже. Ой, хорошо. Голова опять. Опять. Акс, бомбу выбили. Все, все. Ну, раунда развивает. По идее, 12 стоит. Ну, типа, другого тут не дано. Ай. Вот это больно было. Ой-ой-ой. И тут пропускаешь. Вот это, неожиданно, что пропустишь. Релоуд лишний был. А, ну, тут, типа, нормально. Сейчас Аскара чубричек слабее. Мужики, после такой выбитой бомбы, раскинутой... Ну, давай кукли в Акбат, как вот в угол встать. И прыжочек, и одну. Нормально, 12 есть. Один раунд забрать, все. Берем сейчас раунд. На Б ни разу не ходили. Почему не пробуют на Б ходить? Не знаю. А, вот так вот, да? Ну, тут сразу воли на ногу, типа. Забивает. Да. Брать пики. Ух. А что тут за шо-то такие? Это всего два КЛа. Смотри, твои ставки. Вот идет семерка. Сидит тут. Вообще не ждет. Не дочекает. Не дочекает. Ой. Это не дочекает. Это чек ради чека называют. Когда ты просто идешь и выползаешь на эту позицию. Оп, оп, оп. Видит. Ханти, ханти. Накидывает. О, нормально. Эти мои дейл. Релод. Алло. У тебя есть пай есть? А как он не смог убить его? Ну, здесь, скорее всего, надо было тоже делать эко-катешником, либо 2 кабай. Потому что, смотри, видишь, они закупились? А по факту, да? У них сколько смоков? 4 смока. 4. В целом норм, но у человека... Береты. Вот у человека 2 кабайка. Я тебе говорю, вот этот топ-2 по фрагам, вот те, которые стэком пушат миддл за две стороны. Ну, либо с 5-7. Либо вот, он просто берет береты. Реально, это фрик. Паешка, давай, угли. Третьим же не умрешь, правильно? Нормально, авик выбил. Нет, не умер. 2-2, кстати. Ну, и у Типу надо подождать по-хорошему чуть-чуть. Ну, да-да. Ну, он просто пикает. Не знаю, зачем. Ну, и по-моему, все было инфа. Они даже не думать будут, скорее всего, протем. Хотя нет. Чепочек на седьмом чекает. Не угадал. Они могли бы и эту игру выиграть. Подожди. Еще может вылить. А это, кстати, тело и умирает. Этого слышал. Ай. Блонг вообще, кстати, не пытались даже занимать. Кстати, хаешку промазал. Но при этом они в троемблон ходят. Вот это неожиданно было. Потому что... Ну, это три палки, бро. Это конец. Это вот даст. Это вот... Вот. Карта авиков. Почему я не найду эту карту? Взяли авики, встали и стоим, мужики, как говорится. А вышел на прицел, главное, ЛКМ нажать. Не знаю, знаешь, почему вот эта карта... Ой. Хаешка. Ой. 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 Впервые видел, кстати, как он зажал. И то не пошли. Понятно, почему стреляет. Ну да. Вот эти вот... На, выходит там... Знаешь, почему вот именно для авиков, как же эта карта? Очень просто объясняю. Если посмотришь на радар, абсолютно все углы 90 градусов. Абсолютно. Ты просто пикаешь, и огромное расстояние пустое. Один-один. Ай-яй-яй-яй-яй! Ой. Ему через этот... Как его через пол зачитало в голову. Это несправедливо. А, шалет, из этого проиграли. В итоге кукли набил 23 фрага. 82% хедшотов. Не, ну это сильно, я считаю. Это... Ну и по урону на первом месте. Конечно. Это реально сильно. Что скажешь по данному человеку? Читы были? Да что? Да он забыл уже, как играть в игру, бро. Забыл? Понимаешь, он светленькое, холодненькое берет и садится играть. А он знал, разве? А? А он разве знал грязный читер этот? Конечно, конечно. Раньше же тоже тренировались, учили гранаты, знали всю базу. А, видишь, сейчас разучился, это прям, ну, это видно же. Он играет просто как два КЛ, а просто... Кайф. Чуть-чуть мыслит получше, чем они. Ну да. Но тут он был явно на голову выше своих тиммейтов. Это уж точно. Ничего удивительного он не сделал, я вам так скажу, чуваки. Может быть, для кого-то, кто не знает базы, базы КСа, это сложно. Залучит, там, выглядит. Но по факту, ни одной фишечной гранаты не знает. Он просто играет умом, просто играет умом. Вот тот раунд, когда он замысился в КТ, снес раз, снес два, выиграл раунд, это просто умом. Это опыт, который не пропьешь. И вот он в нем присутствует. Просто человек не тренируется, это видно. Стрелял красиво, а им, для его возраста, что ему за 30 уже давно, и сколько он, на самом деле, и сколько какую паузу он брал от КС, какую паузу он брал от КС после бана, ты учти. Укли плюс рем.